Быстрее, выше, сильнее. Пинские подростки приняли участие в традиционной Спортландии, которой ежегодно организует культурно-спортивное учреждение «Ровесник». Кто примерил лавры чемпиона, знает Владимир Городнюк. Ареной стартов по традиции была выбрана детско-юношеская спортивная школа номер два. Как и на предыдущих соревнованиях, подростков организовали в сборные, каждая из которых представляет городской микрорайон. Выступить в данных состязаниях пригласили всех желающих, но большинство участников – это ребята особого статуса, так называемые трудные подростки. Всего в Пинске чуть более двух сотен ребят, которые некогда оступились и имели проблемы с законом. В основном это ребята, которые совершили административные правонарушения, либо попались со спиртными напитками, либо совершили мелкие хищения. Различный контингент, различные дети. И очень хорошо, что они участвуют в таких мероприятиях. Помериться силами с другими ребятами не отказался и Женя Бабинчук. Несмотря на свой совсем незрелый возраст, школьник уже успел нашалить и попасть в поле зрения правоохранителей. В чем именно провинялся, признается честно. На скутере покатались. Купили скутеры и покатались. Без правды, соответственно. Да, без шлема, без документов. Не исключено, что мальчишка пошел на такое, не зная, чем себя занять в свободное время и провести его с пользой. Как раз на это и рассчитаны данные соревнования. Отвлечь детей от улицы и не допустить впредь совершения антиобщественных поступков. Ведь они для подростков могут иметь самый печальный финал. Мы предложили, мы захотели пойти. Весело? Нормально. Интересные, нормальные конкурсы, всякое такое. Я сам хулиган. Ну, как хулиган. У меня протокол, я сюда здесь не просто так пришел. Много команд. Интересно посоревноваться друг против друга, показать мощь, силу, скорость. Интересно, в общем, здесь. Польза, естественно, есть. Дети заняты. Дети занимаются, скажем так, спортом, подвижными играми. Ну и, соответственно, для них, для их здоровья, а также для, скажем так, пользы в воспитательных целях данные мероприятия очень полезны. Чтобы победить, участникам Спортландии пришлось постараться. Организаторы мероприятия приготовили для них более 10 конкурсов. Каждый был по-своему сложен. Мы подбирали упражнения специально, чтобы подходили всем, чтобы понятно и просто самое главное было. С колоссальным преимуществом выигрывает команда номер 4. Быстрота, ловкость, они лидируют. Ну, там, честно сказать, они чуть и как-то постарше просто, но остальные команды на равных. Командная поддержка, силовая подготовка помогли в итоге победить ребятам сборной западного микрорайона Пинска. Они были лучше сверстников из северо-западного и северного микрорайонов, которые тоже вошли в призовую тройку и завоевали в качестве награды сладкие призы. Работники культурно-спортивного учреждения «Ровесник» планируют еще не раз отвлечь трудных подростков от улиц и посоревноваться в мини-футбол, стритбол и настольный теннис. Редактор субтитров А.Семкин